О Сирии США слишком много помнят. Еще до того, когда были выдвинуты кандидаты на выборы, США сказали, что выборы не демократичны, что они их не признают. Вы знаете, если посмотреть на выборы на Украине и Сирии, это одно и то же. Только почему-то одно называется белое, второе черное, и все ситуации оборачиваются точно наоборот. Одни выборы не признали сразу, вторые сразу признали при очень схожести ситуации. Соединенные Штаты Америки очень надеются на то, что им удастся опять всем навязать свою волю и убедить всех, что то, что происходит сейчас в Сирии, это фарс. Но вы знаете, мне больше фарс напоминает то, что происходит сейчас на Украине. И с этой точки зрения, я думаю, вот это американское желание всем навязать свою волю и заставить всех слушать то, что говорит в Вашингтоне, вот это желание, оно становится навязчивой идеей американцев. Когда американцы не имеют уже достаточно ресурсов, чтобы заставить других слушать себя, они начинают об этом говорить в средствах массовой информации. Мне кажется, это признак слабости США. Признак слабости того, что у них нету сил свергнуть силой режим власть Башараса в Сирии. Но они могут об этом поговорить. Вот это, по-видимому, очередная ступенька. Ну, конечно, нельзя говорить, что это США обречены. Но ступенька к падению морального авторитета Соединенных Штатов Америки в мире. А любое падение авторитета США в мире будет свидетельствовать о падении авторитета НАТО, международных институтов, которые они контролируют. И в целом, о моральном падении авторитета Запада в целом. С этой точки зрения, я очень надеюсь, что выборы в Сирии состоятся. И победит тот кандидат, за который поголосует большинство голосов Сирии.